Коты. Коты, мне нужна ваша поддержка. Очень. Пойдемте вместе со мной. В общем, сегодня важный день. Мне нужно начать барханок уже, знакомить с другими котами. У них уже три прививки. Карантин уже два раза, три раза уже прошел. То есть я первый карантин им устраивала, потом делала прививку. После прививки у них уже прошел карантин, на всякий случай. И надо как бы уже мне знакомить их с котами, потому что они же будут жить не только вместе с братцей, а, скорее всего, их вообще придется разделить. И мальчик будет жить с Глашей Марго, а девочка будет жить с Сингапурами. В общем, надо уже начинать их знакомить. Мне так страшно. Все время так страшно. Но я думаю, нормально все они адаптируются. Скоро будет все тут вместе бегать. Любимое место Глаши. Ну, че ж мое. Пойдем адаптировать. Пойдем. Там, как-никак, твои родственники относительные, но они ближе, чем другие коты к тебе. Пойдем. Вот в холле за любой движ. Сказала хозяйка, пойдем. Она идет. Сейчас я их открою. Давай. Я специально сейчас даже у них не убиралась, чтобы они не начали паниковать от того, что что-то хожу, подметаю. О, холле пошла. Что-то хожу, подметаю и так далее. Вот оставила им, чтобы они спокойно сейчас встретили. По поводу прирученности. Ну, вот они такие. Я не занималась приручением. Я изначально про это говорила, что я не буду этого делать. Девочку одну забрали и, не знаю, буду там заниматься, не буду тоже ее решать. Я не занималась по одной простой причине. Мне, как бы, оно не сильно надо. И в плане, если так рассматривать... В плане разведения, как показывает практика, агрессивные, например, самцы, которые, ну, не прирученно размножаются, лучше. Они не зациклены на человеке, и они полностью, как бы, акцентируются на том, на чем надо. Поэтому, исходя из этого, я вообще не запарилась по поводу самца. Тем более, девочка-то думала, что кто-то заберет. Но, скорее всего, уже буду думать, как чего искать деньги, и буду выкупать ее. Потому что, ну, как-то они уже сидят довольно-таки долго у меня. Уже, если честно, приличной еды съели. И в целом как-то, ну, прям, у них и глазики очистились, и все, как бы, я их привела в такую прям хорошую, так сказать, кондицию, норму. Что уже хочется себе их оставить. Уже и прививки дополнительные поставила. Наверное, буду думать, где денег найти, как выкупить их. Вот. Ну, пацана-то, понятное дело, это изначально было. Ну, думаю, еще и девочку. Ну, все зашли. Ну, их коты, смотрю, не особо напрягают. Их напрягаю я. Это, кстати, девочка внизу. Помните, какие у нее такие были черные вообще глаза? В итоге, как она очистилась. Это девочка, которая потемнее. Там была совсем светлая, ее забрали. А вот это у нее, видите, такие... У нее раньше точно темные-темные глаза были. Если посмотреть, сейчас смотрите, как очистились. Но они как-то уже получше стали умываться сами. Я все равно стараюсь комнату прям совсем в чистоте держать. Сейчас я попробую замолчать, потому что я думаю, их это смущает, конечно. Да, вот ты все правильно делаешь, тебе с ней надо знакомиться. Как я хочу распределить группы, если вам это интересно. Мне хочется, чтобы, естественно, при Глаше и при второй гибридке, которая сидит в том доме с котом, и при Марго остался кот чистый, чистопородный. Ну, не чистопородный, а в смысле чистый барханный кот. Знакомиться. А, соответственно, дай бог, у них что-то получится. Котята, я так понимаю, что у барханов с этим сложно. Потому что в России-то их больше никого нет, кроме как у одного человека, который разводится. А чтобы, если получалось, соответственно, получались чистые барханные котята и гибриды. Но гибриды поколения, получается, по уровню, по количеству, даже не знаю, как правильно сказать. В общем, количество дикой крови больше было, 75%. И, соответственно, эту девочку оставить с сингапурскими котами, чтобы в идеале получать гибридов первого поколения, как Глаша. Ну, во-первых, потому что он её брат. И я бы не хотела такого близкого родственного скрещивания. Вот, это первая причина. Вторая причина, конечно, там иногда это допустимо. Но, в общем, я не хочу. Я хотела бы её оставить именно с сингапурами, чтобы почистить кровь, так сказать. Мы не близко родственные скрещивания, а скрещивания с породой. Ну, а там дальше посмотрим, как, кажется, пойдёт. На данном этапе я, конечно, не буду весь дом им предоставлять. Я сейчас оставлю вот эту комнату открытую, чтобы они ещё с этой комнаты освоились. Сейчас я туда, кстати, быту наблюдаю. И, наконец, я замолчу. А то я вам всё рассказываю. И они, видите, пугаются. Коты всё изучают. Потому что котов, они, как видите, вообще на них никак не реагируют. Я даже боюсь говорить. Блин. Девочка более смелая, видите, и интересно досмотрит. Ну, крайне смущают не коты, не сколько знакомства с ними, сколько знакомства с... Как будто что я здесь нахожусь. Поэтому я сейчас просто молча посижу. Потом я оставлю им открытым две комнаты, чтобы они выходили потихонечку сюда. Музыка. Музыка. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...